МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мы не за аборты, мы за поправки. Общественная палата призывает парламент Абхазии и рассмотреть вопрос внесения поправок в закон о здравоохранении в части запрета абортов. Журналистика, как в призвании. Антон Степаненко встретился со своими абхазскими коллегами. Начнем с информации МВД Абхазии. В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников МВД и УВД. Установлены лица, готовящие преступление. 16 ноября примерно в 7 часов утра в городе Гагра по улице Ардзенба при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием, пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв, смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович, 1999 года рождения. Доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Хагуш Амар Ремзевич, получивший ранение в область плеча. На месте происшествия работали специалисты криминалистического центра и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стреляные гильзы, изъятые и направленные на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба побывал в Гагрском районе и встретился с руководством администрации. В здании администрации состоялось экстренное совещание по ситуации, связанной с предотвращением покушения на милиционеров в Гагре утром 16 ноября. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, министр под чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, прокурор Гагрского района Беслан Пкин, исполняющий обязанности начальника УВД по Гагрскому району Юрий Агрба и руководство района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В связи с происшествием в Гагре, в результате которого при задержании погиб Амир Кетия и ранен Амар Хагуш, отменен назначенный на 16 ноября съезд нового поколения. Напомню, встречу молодежи организовали с целью обсудить угрозы и вызовы, которые сегодня стоят перед абхазским обществом, а также обозначить участие нового поколения в решении актуальных проблем. После того, как в назначенное время в зале собрались приглашенные пресса, лидер Абхазского народного движения Адгур Арцинба сообщил, что принято решение провести встречу в закрытом режиме. В большей степени сегодняшнее наше мероприятие было направлено на позитивную повестку, обсуждение будущего, обсуждение перспектив нашей молодой республики, обновление, вступление, полноценное вступление нового поколения в ряды государственного управления, передача ответственности и так далее. Но сегодня утром произошла страшная трагедия, которую вы все уже услышали. Погиб мальчик 22 лет, другой получил ранение. Происшедшее сегодня это не случайность. Мы обладаем определенной уже информацией. Это, к сожалению, уже практически становится политикой, когда глава государства на всю страну говорит о том, что власть и последний патрон, когда главы государства звучат оценки такого рода, в том числе, когда, вы знаете, молодой мальчик скончался в стенах Гагрского РУВД. Вы помните слова Аслана Абжани о том, что там где-то в Америке его бы точно пристрелили бы. Такие слова в Абхазии недопустимы, потому что вот эти слова главы государства кто-то воспринимает буквально. И вот результат. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы в том формате, в котором проводить намеревались, мы его проводить не будем. Организаторы также сообщили, что мероприятие состоится в ближайшее время. И еще одна информация правоохранителей. Задержан ранее разыскиваемый по подозрению в совершении убийства уроженец и житель города Ткварчал Альберт Сергеевич Берулава, 1968 года рождения. 31 мая 2010 года примерно в 13.30 в городе Сухум по улице Агума на территории авторынка Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Геннадием Митевичем Гаделия, 1971 года рождения, выстрелил в Гаделия из пистолета систему Макарова, а затем произвел еще несколько выстрелов в уже упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте. Альберт Берулава скрывался от следствия из суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по части 1 статьи 99 УК Республики «Умышленное убийство». Расследование проводит прокуратура города Сухум. Об эпид-ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 15 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 699 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 147 из них. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались 5 пациентов. Женщины 79, 82, 75 и 65 лет, а также мужчина 68 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 33 343 человека. Зарегистрировано 488 летальных случаев. Выздоровели 27 756 человек. 6000 доз антиковидной вакцины «Спутник Ви» прибыли в Абхазию. Как сообщается на сайте Минздрава, препарат приобретен за счет средств бюджета республики. Вакцинация населения российским двухкомпонентным препаратом начнется уже на этой неделе. Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 30 тысяч доз вакцины «Спутник Ви», первая часть которой доставлена в республику. Переговоры с Россией о поставках вакцины вел лично президент Аслан Джани. Медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуми, приняли на лечение порядка 1600 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ЮВО. На лечении в стационаре находится более 90 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Военные врачи уже выписали из госпиталя 470 человек. Пациенты прошли необходимый курс лечения и дальнейшие рекомендации от лечащих врачей. Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. В мобильных лабораториях госпиталя проведено порядка 8 тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше 3000 ПЦР-тестов, более 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Широкий круг актуальных вопросов в области экономики обсудили президент Абхазии Аслан Жаня в ходе встречи с президентом Академии наук Зурабом Джапуа и директором Института экономики и права Академии наук Зауром Шалаша. Во встрече участвовали заместители руководителя администрации президента Зураб Каджая и Валерий Пабба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Подстанцию Бзыбь посетила делегация Министерства экономического развития России. Об этом сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Российские специалисты изучали ход работ на подстанции в рамках инвестиционной программы. Из Абхазии в Россию вывезено порядка 2000 тонн цитрусовых, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления ФТС России. Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Абхазии в Россию в середине октября. На сегодняшний день на таможенном посту «Адлер» Краснодарской таможни проведен контроль и совершены таможенные операции в отношении порядка 2000 тонн плодов. За последние выходные оформлено более 250 тонн цитрусовых. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение товаропотока примерно на 10%. Кроме цитрусовых, предприниматели ввозят фихуа, хурму, лимон и всего на сегодняшний день оформлено более 3500 тонн сельхозпродукции. В сутки через таможен и пост «Адлер» проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии. Состоялось очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров 22 ноября 2019-го. Были допрошены 8 свидетелей. Среди них очевидец событий на набережной, чья машина пострадала в ходе перестрелки. Хирург горбольницы, в чью смену произошло преступление. Большая часть свидетелей – жители нового района Сухума. Они стали очевидцами пожара, видели кто дым, кто пламя от горящей машины 22 ноября 2019-го. Подробности в нашем выпуске новостей в среду 17-го числа. Мы не за аборты, мы за поправки. Общественная палата призывает парламент Абхазии рассмотреть вопрос внесения поправок в закон о здравоохранении в части запрета абортов. В заседании, посвященном этой теме, приняли участие члены общественной палаты, врачи, юристы, представители неправительственных и молодежных организаций. Депутаты парламента, а также представители Минздрава были приглашены, но не пришли. Речь идет о поправках, допускающих аборты по медицинским и социальным показаниям. Мы сталкивались с тем, когда беременность угрожала жизни женщины, и у нас были, к сожалению, несколько печальных случаев, когда было отказано, и женщины погибали. Или же, когда диагностирован грубый порог развития оплода, и женщины не могли выехать за пределы республики и оставались у нас. И тогда они обращались к врачам. Врачи законопослушные, мы говорили, что мы не можем. Они дальше обращались в вышестоящие инстанции. Это становится уже достоянием большого количества людей. То есть та информация, которая должна быть конфиденциальной, это очень больно для человека. И это становится достоянием всех, это обсуждаемо. Тем более наша страна маленькая, все друг друга знают. Это очень большая психологическая травма. И хорошо, если получается прервать эту беременность. А если нет, и женщина вынашивает 9 месяцев, и потом она появляется на свет больной ребенок или же нежизнеспособный, и он потом погибает, это большая депрессия. И потом эти женщины у нас лечатся у психологов. Это тоже очень непросто. Какое право имеет кто-то из депутатов вообще делать так, чтобы эта женщина умерла? Женщина одна из тех, которая не доехала до ПСО с кровотечением, и которые не смогли спасти в нашем абхазском роддоме, она умерла, у нее осталось двое детей. Вы понимаете это? Эти двое детей стали сиротами. Вы прекрасно понимаете, что такое потерять мать, когда тебе там особенно 3-4 или там 5 лет. То есть получается так, что мы сами жили. Здесь правильно сказала Арда Инаупа о том, что мы сами потворствовали, и получается, что мы разрешили им принять этот закон. Вы не знаете еще другого, что все почти что женщины, которые были против этого закона, которые писали открыто под своими именами, они все подверглись агрессии со стороны депутата Харазия. Медучреждения Абхазии в категорической форме не проводят аборты. Было сказано о том, что две границы, восточная и западная, открыто. Когда началась пандемия, доктора знают, установили соответствующее оборудование, проверяют температуру и все остальное. Скажите мне, пожалуйста, на границах у нас на востоке и на западе стоят аппараты УЗИ, чтобы проверять каждую женщину, которая выезжает, она беременна или нет, а когда возвращается, она сделала аборт или нет. Друзья мои дорогие, это смех и грех. Так нельзя, мои дорогие. Тогда возникает еще один вопрос. Почему тогда депутаты не внесли соответствующие изменения в законодательство, по которому мать, которая убила новорожденного за пределами нашей страны, не несет уголовной ответственности? Давайте и про это. Это тоже предложим, да, им? Почему депутаты не подумали о том, что соответствующее лечение необходимо для такой категории родившихся с определенными отклонениями детей? Следующий вопрос. Их реабилитация. И что является немаловажным, материальное их содержание в дальнейшем, никто про это не подумал. Мы приняли, проголосовали, счастливы, что такой закон принят. А кто будет его исполнять? Репортаж из общественной палаты смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Игорь Ахба вручил профессору, бывшему ректору финансового университета Михаилу Искендарову орден Аксепша второй степени. В финансовом университете при правительстве России состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное 70-летнему юбилею заслуженного деятеля науки академика РАН Михаила Искендарова, присутствовавший на торжественном заседании чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба поздравил Михаила Искендарова с юбилеем. По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания посол вручил юбиляру государственную награду Республики орден Аксепша второй степени. Вы 15 лет руководили финансовым университетом. Под вашим чутким и мудрым руководством университет динамично развивался. В Абхазии высоко ценят ваш личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров для нашей страны. Отметил Игорь Ахба в поздравительной речи. 60 лет исполнилось 16 ноября почетному работнику прокуратуры Абхазии Зурабу Агума. Коллектив арбитражного суда Республики Абхазия сердечно поздравляет коллегу с днем рождения. В поздравительном адресе, в частности, отмечается. Ваш многолетний труд, личный вклад в развитие правоохранительной системы Республики Абхазия заслуженно отмечены высокими государственными наградами. Высокий профессионализм, компетентность, личная порядочность и справедливость снискали вам глубокое уважение и высокий авторитет в судейском сообществе Республики Абхазия. Выражаем уверенность, что ваш опыт, плодотворная, профессиональная деятельность и в дальнейшем будут способствовать эффективной работе арбитражного суда на благо нашей страны. Конец цитаты. Коллеги желают Зурабу Агума крепкого здоровья, профессионального долголетия, благополучия и успеха в служении правосудию. Журналистика как призвание. При содействии Союза журналиста в Абхазии и Международного медиаклуба «Формат А3» в Республику приехал российский военный журналист, телеведущий программы «Вести» в 23.00 и выпусков новостей телеканала «Россия-24». В прошлом специальный корреспондент Первого канала, член Академии российского телевидения Антон Степаненко. Журналист встретился со своими абхазскими коллегами и рассказал о том, как начал работать в профессии, почему выбрал военную тематику, каково работать под обстрелом и от чего ему не снятся кошмары. Смотрите репортажи Ланы Казанба. Пожалуй, нет в нашей стране, как и в самой России, человека, который хоть раз не слышал бы имя Антона Степаненко. Чечня, Ирак, Сирия, нападение на Цхинвал. Далеко не полный список горячих точек, в самом сердце которых Антон Степаненко не просто бывал, но внимательно следил за ситуацией, оценивал риски, делал выводы и передавал информацию на наши с вами телеэкраны. На встрече с журналистами Абхазии, само собой разумеется, тема войны была в центре внимания. Степаненко рассказал, как все начиналось. На такую серьезную войну я, пожалуй, в первый раз попал в 95-м году. Я тогда работал в агентстве «Интерфакс». Это январь 95-го, новогодние бои за Грозный, ездили в Грозный. Но самое сильное впечатление на меня такого московского молодого человека произвел полевой морг в аэропорте «Северный». Туда свозили останки солдат, которые погибли в новогодний штурм. И, вернувшись в Москву, для меня было как два мира, два детства. В голове не укладывалась вот эта картинка. Бои, война в полный рост, погибшие и вот такая праздничная Москва. Люди занимаются своими делами. И, в общем, было впечатление, что всем наплевать. Хотя два часа лету и ты уже в абсолютно другом мире. Война – это всегда страшно. Она слишком близка со смертью. Она несет страдания и ломает судьбы. Быть на войне страшно. Рассказывать о ней еще сложнее. Но нужно. Так Антон Степаненко не раз оказывался в ситуации выбора. Остаться в нарастающей эскалации или благополучно вернуться домой. Журналистское нутро и жажда правды всегда брали верх. Вот мы с Русланом вчера обсуждали. Он мне рассказывал про работу журналистов в 92-м году, в 93-м. Я, собственно, да, у меня тоже было два момента. Это в Цхинвале 9-го числа, когда была предпринята последняя атака грузин на город. И часть журналистов посчитали для себя лучшим эвакуироваться из Цхинвала. Остались НТВ, ТВ-центр, Руслан Гусаров, Женя Поддубный. Наша группа осталась. И на самом деле я посчитал правильным, то есть я посчитал для себя неправильным принуждать своих коллег. Это инженер, водитель на флайке и оператор. Ну и как-то мы своим кружком посовещались и, в общем-то, остались все. Следующий подобный случай ждал в 2003 году в Иракском Багдаде. От Первого канала был парень постарше меня, арабист. Он сказал, что я видел гражданскую войну в Бейруте, в Ливане, и я понимаю, что такое городские бои на Ближнем Востоке. Я однозначно не хочу оставаться, не хочу подставлять ни себя, ни группу. И они уехали. А мы тоже с ребятами посовещались и приняли решение остаться. Об этих решениях Степаненко не жалел никогда. Он не раз был в смертельно опасных ситуациях, но каждый раз ему удавалось вернуться в родную телестудию живым и невредимым. И что самое важное, успеть своевременно донести до зрителя хронологию важнейших международных процессов перестройки и военного передела мирового влияния. Степаненко вообще обожает медийную работу. Историк-востоковед по образованию он считает, что журналистика это потрясающе. Лишь изредка происходит выгорание, которое Степаненко компенсирует все там же, в профессии. Может быть, это усталость или глаз замылился, но порой, оказавшись где-то и беседуя с какими-то людьми, я себя ловлю на мысль, что ровно такие вопросы я уже задавал сто миллионов раз. И ровно такие же ответы я тоже десятки тысяч раз слышал. Поэтому, может быть, имеет смысл, опять же, я вот про себя думаю, пробую, сделать шаг в сторону, в какую-то смежную тему. Потому что этим летом я сделал специальный репортаж о восстановлении инвалидов, которые стали инвалидами в результате боевых действий на Донбассе. Ополченцы. Разные судьбы, разные люди, как, в общем-то, но по большому счету их всех объединяет то, что это люди со стержнем, да, они не стали пить, не наложили на себя руки, не махнули на себя рукой, а как-то пытаются, с тяжелыми ранениями, с ампутациями, без каких-то конечностей, но они пытаются найти свое место в новой для них жизни. Одной из последних в жизни военкура Степаненко была война в Донбассе. Страшно, как отмечает журналист, ему не было. Порой было волнительно. Да и то не за себя. Для меня самое неприятное это дорога. Дорога, потому что, ну, приходится доверяться водителю или проводнику, или, да, переводчику, а он порой сам не очень понимает ситуацию. И, да, вот, как было в Донецке в 2014 году, там постоянно, была короткая трасса, от Донецка до Горловки, там, полчаса езды, но она как бы шла прижатая к линии разграничения. И подъезжаешь к ополченцам на пост, спрашиваешь, пацаны, а как дальше, это свободная трасса? Говорят, да вроде да. А машина, когда оттуда и туда уходила? Говорят, ну, час назад. Ну, мы попробуем, попробуйте. И едем, ну, в непонятку. Вот это самое неприятное. Когда уже добрался, да, какой-то, там, до позиций, до расположения, там уже можно выдохнуть и понимаешь, что и вокруг, среди людей, в общем-то, тут судьба одна на всех. У коллег из Абхазии было много вопросов к Антону Степаненко. Среди них, как относится семья к частым рискам жизни во благо профессии. Относится, кстати, нормально. Может, потому, что и первая, и вторая супруги сами журналисты. Вот только мама переживает, рассказывает военкор. Особых увлечений у Степаненко нет. Всю его жизнь, в том числе и досуг, занимает бескрайняя многогранная журналистика. Так как же научиться делать хороший контент? Как привлечь сегодня внимание столь искушенного телезрителя? Интересовались коллеги. Я не знаю, как научиться. Единственное, наверное, у меня какое-то объяснение. Журналисту должно быть интересно, он должен быть совестливым, что ли, наверное, человеком, и слушать, и слышать людей, и пытаться понять и пропустить через себя их ощущения. Ну и тогда, наверное, будут получаться какие-то честные, откровенные, порой, может быть, пронзительные телевизионные работы. Антон Степаненко пожелал коллегам всегда работать, будучи в ладах со своей совестью. По его признанию, побывав в самых разных горячих точках мира, осветив самые сложные для человеческого восприятия темы, он сегодня с легкостью может поехать в Схинвал, Донецк, Багдад, Грозный и Луганск и посмотреть в глаза ветеранам. Это и есть правило его жизни – жить по совести. Встреча с абхазскими журналистами длилась около двух часов. Благотворительному фонду Ашана исполнилось 10 лет. За прошедшее десятилетие общая сумма средств, направленных на лечение тяжелобольных детей, составила 75 миллионов 645 тысяч 609 рублей. Оплачен 501 курс лечения 323 детям. В нашей сегодняшней программе смотрите фильм, посвященный итогам работы фонда за эти годы. Сейчас о погоде в республике. В среду 17 ноября в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9, днем до 17 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова